Всем привет! С наступлением лета мы каждые выходные ездим на дачи, в деревню и так далее. Но сегодня мы отправляемся прямо далеко, в деревню в Калужской области. Поэтому наш путь будет долгим, длинным, хотя порой, когда мы встаем в пробку, отправляясь на дачу, мы порой едем в то же самое время, что едем в Калугу. Но сейчас нам нужно заехать в магазин, купить с собой каких-нибудь фруктиков, не знаю, что еще можно взять, вкусняшек, клубничку, наверное, черешню. Ну и отправляемся в долгий путь. Отправляемся мы не одни опять, с собой берем нашего замечательного Федечку. В прошлый раз, когда мы отправлялись на дачу, мы отправлялись на одну ночь, и Федьку мы оставили дома. Но я знала, что он устроит погром, потому что он у нас очень скучающий по нам человек, котик, точнее. Ну и, естественно, он грустил, грустил и, в общем, немножечко поплеганил. Но мы не злимся на него, это нормально. Ну что, едем, погода терпимая вполне себе, не совсем жарко, дожди в Москву пришли, но зато не очень жарко. Это, в принципе, достаточно большой плюс. Сначала сейчас заедем в наш зубительный магазин, а потом уже в долгий путь. С ванильным кремом, да? Да, с ванильным кремом. Конфеты будем брать? Нет. А как? Продолжение следует... посмотрим как там поживает наш замечательный филюшечка соскучилось солнышко конечно тут так жарко скажи ушли родители оставили 1 сколько самолетов, как же хочется со мной не обязательно на самолете лететь куда-то морщикам они вот на шву стоят он так быстро взлетел решили заехать еще в магазин по пути на самом деле в аптеку чтобы купить капли для глаз для линз точнее потому что глаза очень сохнут заодно там Дима какие-то апельсинчики берет я так рада, что мы прогулялись потому что прям как-то тяжело ехать а то хоть походим взяли только апельсины пришли просто посмотреть но все видимо раскупили уже все в дороге обычно вообще ничего не пьем а тут прям взяли одну бутылочку воды и практически все уже выпили поэтому возьмем еще бутылочку воды все пойдем кто-то видимо не дошел до кассы в Толин жажду так и оставил кошмар я в шоке дегустаторы мы с Димой сегодня на спорте даже нашли в магазине туалет очень-очень этому рады я прям даже была крайне удивлена ехать нам еще, наверное, часа три но я уже устала позавтракать утром мы успели но настало время перекуса еще клубничка очень-очень вкусный пирожок с капустой срок и пробку езжаем в колбку но ехать нам еще два часа я очень-очень устала объезжаем пробку и проезжаем какую-то местную деревушку не раз тут еще не ехала но очень люблю лето наблюдать, смотреть, любоваться деревенскими домами так приятно, так здорово выглянула с окнышка и стало очень жарко колхоз Ленина Федька, ты там крылья? так, еще Федьку совсем уже устала Федюш, Федь кс-кс-кс пусть там, мальчик мы тебя понимаем, солнышко и безんだ это Nederland И наблюдаем за летними полями, просто не передать. Тишина, дует легкий ветерок, зелень, солнышко спряталось. Тишина, дует легкий ветерок. Выезжали мы из такой холодной весны, а приехали в жаркое лето. Так здорово, все зеленое, просто красота. Здесь речка, но, к сожалению, она заросла. А так было бы здорово, вышел из дома в жару, окунулся и красота. Есть другой подход к речке. А так было бы здорово. Все, ухожу по речке, потому что одолевают комары. Память у меня, конечно, плохая. Я не знаю, как они правильно обзываются. Вон твои стоят, сидят. Что? Не спрашиваем это. Они стали пошире. Нормально, они разойдутся. Все равно красивые. Да не надо, зачем купиться, забирает. Витамин Д. Витамин Д. Витамин Д. Он нам сейчас очень необходим. Витамин Д. Витамин Д. Витамин Д. Витамин Д. здесь можно проходить это клубничка и годами здесь эта земля очень натурально как подпитана и поэтому там все прет будешь кушать помнишь ты в том году там веточки спиливал а папа говорил течу пилить у крыжовника твоя часть моей части клубничка тоже крыжовник там сколько иголок и сейчас ничего не растет это вишня это поля комары вот вроде солнца вроде ярко чего им нужно как обычно меня кусают муха дима оставь ее в покое она какая-то большая страшная муха дима муха муха заказали зимой огонечки на солнечной батареи гирлянду но она такая короткая оказалось раз будем думать куда цеплять вот увидишь мам потом пазбунова такие вот а где купили так ну красиво не знаю спеет ли они сейчас набраться света солнечного чтобы ночью светить на пасмаха смотри тут это как-то не сделано мы сами пусками собирали старшую покупал даже в этом колене все одинаково и только вставляли друг по трогать здесь нет едем мы на местную посиделку на очень интересной машине дороги сейчас размытые поэтому пожалели пожалели машину нашу но мои нервы не пожалели мы едем мне даже страшно на ней ехать честно мне реально страшно я ехаю мне страшно я даже не увидела вот через телефон я вижу что это я тоже 1 увидел сейчас и двое вот видишь а ближе зачем качество будет сейчас темно время 3 утра ничего не снимала как мы сидели с ребятами все замечательные хорошие вот едем обратно мне вообще страшно ехать и на такой машине и по таким дорогам ну как то так вряд ли это рассвет не видно туман скорее всего это уже рассвет сниму со светом может быть будет не белый туман просто белый туман а и 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 в и и и все в тумане ну а мы идем спать просто все в тумане и по-моему с каждым разным все больше и больше ничего не все поехали спать и огоньки успели солнышко набраться и светится очень красиво уже не буду отходить от изгороди пока так синее небо почти не видно ни облачка и там черная туча сейчас мы успели даже уснуть начался прям вот ну бури пока называть могу надеюсь что а 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 Закончился дождь, повалился и ты. Все посносил. Ну, ветер, а не дождь. И вот туда ушла туча, все черное. Как повалился ветер. Надо было, конечно, выйти и поснимать. Но я так хотела спать просто как никогда. Наверное, отсыпалась за всю усталость на работе. Ой, лягушка. Не успела лягушку снять. Смотрите, например, зелененький и зелененький. Поехали. Увлеклись мы мыльными пузырями. Их надо как-то разделить. Какой красивый котик. С голубыми глазами. Отправляемся поснимать на разведку, как завтра поедем. Конечно, очень надеемся, что ситуация как-то улучшится. Но даже не знаю. Я, как ребенок, хожу по лужам. Да, я резину и сапоги. Или ни одну лужу не пропускаю. Ну и вот такая вот у нас красивая природа. Дима! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...